Ага, не нарушайте закон. Закон о СМИ, статья 20. Я ничего не нарушаю, я делаю свою работу. Не, вы нарушаете сейчас закон? Это государственное учреждение, да? Представителям идите, говорите, что вы мне говорите. Давайте пойдем представителям. Вы хотите, чтобы мы показали просто совещание или только вы нас не пускаете? Не знаю ничего я. Можно я пройду? Я у него спросил, что пропускает. Не надо меня снимать. Сегодня мы хотим в тридцатку стран войти. Как мы войдем в тридцатку стран, если сегодня зарплату не научились платить? Понимаете, как я говорю? А сейчас что вы решаете на совещании? Сейчас посмотрим, что будет решать. Еще раз расскажите, кто этот? Туллингенов Ермек Накимбекович. Это он не разрешает. Да, да, да. Он сказал, что все, свободно. Не, люди, основное требование людей в чем? Зарплата? Повышение или что? Я не знаю. Вообще слушают правила. После послания «Лапшу на уши вешать» до зарплаты еще не дошли. Ладно, добрый, извините. Обещали туалет сделать, даже туалет не решили. А как они могут решать насчет зарплаты? Как они могут решать? Этот Кирович, который сделал на полтора систему полтора. Кто такой Кирович? Кирович это министр, замминистра. Замфинансовый деликат. Он придумал на полтора два вагона. Какой может быть система на два вагона три приводника? Я езжу в одном вагоне один на полтора езжу. Как техника безопасна может быть? Вагон, если что-нибудь случится. Как это возможно на полтора ездить? После этого говорят, они в том году, в 2011 году нам обещали в резерве, все будет хорошо, в шоколаде будете ходить, все как положено. Значит, туалеты не решили, а как можно зарплатить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok